Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки и Ниндзи Легенды. И сегодня против босса мы будем сражаться с черепашками из фильма. Ну что ж, друзья, начнем битву. И нам нужен первый босс. Босс первой главы. Кроме того, нам нужны черепашки из фильма. Ну вот, Раф, Микеланджело. Кроме того, нужен Лео и Донни. Вот Лео, а вот где-то в конце должен быть Донни. И команда состав черепашек из фильма будет сформирована. Что ж, друзья, вперед бой. И у нас первое сражение и первая битва. Встречаем в начале Крэнга в гуманоидных телах. И сразу же Микеланджело из фильма «Ударом разворота с ноги» выбивает первого Крэнга. Кроме того, друзья, давайте-ка я добавлю звука, чтобы это было интереснее. Вот, отлично. Лео прокачивает дополнительную атаку. И у нас появляются бафы, положительные эффекты. Как видите, скорость и атака. Да, вот, друзья, кто не в курсе, чтобы посмотреть, какие есть положительные и отрицательные эффекты, бафы и дебафы, в кнопке «Настройка» мы можем увидеть. Вот, зелененькие – это положительные, красненькие – отрицательные. Ну, а сейчас мощнейшая атака Саи. Рафа из фильма. И первый Крэнг уничтожен. Второй, вернее. Отлично. Вот, добивающий удар при помощи своего электрического бо наносит до низ фильма. И мы переходим уже именно к боссу. Вот он, вот он, лавовый голем. Появляется из портала. Вот, ну, в принципе, хоть и грозно выглядит, это самый слабенький босс. Поэтому я не думаю, что у наших героев будет какая-то проблема вот в том, чтобы победить этого монстра. И сразу же мощнейший атака огненным мечом Микеланджело из фильма. И босс уничтожен. Просто супер. Ну вот, отличнейший бой и отличнейшая победа. Вот наша награда на три звездочки, что, конечно же, здорово радует. Ну, а мы получаем дополнительные награды для прокачки героев. И переходим к боссу второй главы. Вот, боссом второй главы является танк Крэнгов. И я не думаю, что он сумеет что-то противостоять нашим черепашкам из фильма. Кстати, круто и здорово выглядит. Отлично. Итак, вперед, друзья. И на сей раз давайте-ка поджарим одного из Крэнга при помощи огненного меча Микеланджело. Отлично. Дальше сделаем обычные рубящие удары с разворота Лео. Умничка. Кроме того, Ра привлекает внимание к себе. Вот, оттягивая внимание врагов на себя. Да, вот, кроме того, он налаживает на Крэнгов негативный эффект дебаф. И осталось только Дони призвать дрон и отравить вражеского Крэнга при помощи ядовитого облака. Отлично. Ну что ж, друзья, переходим ко второй волне и призываем кучу пицц. Что делает Микеланджело. Вот, кроме того, что эта пицца подлечивает, она и усиливает наш отряд. И Лео идет масс в атаку. Рубит катанами направо-налево и просто шутясь метает вторую волну. Что ж, это было здорово. Ну а вот сейчас уже переходим конкретно к боссу, шагающему танку, который спрятался в горе мусора. Вот он, кстати, прикольно и здорово поднимается на своих ногах. Вот, трансформируется, раздвигается и пытается атаковать. Но вначале пусть Раф сбросит на него холодильник. Сбрасывает Раф в холодильник. Тот взрывается, наносит колоссальный урон и без проблем уничтожает танк Рэнгов. Вот. Что ж, победа. Победа, отличнейший бой и отличнейшая победа. Просто супер. Ну что ж, давайте-ка посмотрим, какая у нас награда. А награда это ДНК железной головы плюс предметы для прокачки героев. Неплохо. Вот, добрались мы до третьей головы, до босса третьей головы. Это Шреддер. Плюс еще футы и наши черепашки идут в атаку. Вперед, черепашки вперед. Черепашья сила. Отлично. Итак, четырехрукие футы и обычные футы. Ну, я не думаю, что у противника будет шанс. Микки начинает, как всегда, бой. Отлично. Ударом ноги выбивает врага. Лео прокачивает атаку. Вот. Здорово, кстати, рычит. Отлично. Кроме того, пусть Раф тоже рычит. Вот так. Ох, мощный Раф. Налаживает уменьшение скорости на врагов. И массовая атака дронами. Отлично. Итак, просто круто отравляет Донни. И сметаем первую волну. Отлично. Переходим ко второй. Что здесь у нас? Итак, маусеры и четырехрукие футы. Ну, что я скажу. Без проблем сейчас наши герои надеют запинать врагов. Удар мечом Микки выбивает четырехрукого фута. Ударом Катаны Лео выбивает тоже четырехрукого. Остаются два маусера, которых мы просто подорвем при помощи холодильника Рафа. Бросок-взрыв. И маусеры уничтожены. А вот и босс. Вот и босс. Шредер мультяшный. Итак, кто из наших героев сумеет победить этого врага? Вот, круто, круто все-таки прорисован Шредер. Круто прорисованы его когти Саи. Вот, ну, по крайней мере на это надеюсь. Итак, удар электрическим Боу Донни из фильма и победа. Вот, закоротил контакты и электрические разряды поджаривает Шредера. И мы получаем победу. Супер. Ну что ж, как видите, победа на три звездочки. Я считаю, очень даже неплохой результат. И мы идем с вами дальше. Да, наша награда это ДНК пульверизатора плюс ингредиенты для прокачки герою. Неплохо. Ну, и следующий босс. Босс четвертой главы. Огромный гриб. Вот, начинает бой наши черепашки. С каждым сражением, с каждым эпизодом враг становится насильнее. Но наши герои довольно-таки неплохо держат удары. Отлично. Итак, давайте-ка начнем с этого мелкого гриба. Микеланджело из фильма «Ударом ноги». Вот, без проблем уничтожает этого противника. Подключаем Лео. Вот, отлично. Очень даже неплохо отрубит катанами. И пока пусть Раф привлечет внимание к себе. Вот так. Отлично. Отвлекает внимание от своих друзей. Привлекает внимание к себе. Кроме того, давайте-ка обезопасим наш отряд. И Донни из фильма прокачивает уклонение. Вот, для большинства героев. Вот. И пытаемся добить остальных врагов. Так. Огненный мяч Микеланджело. Ставит точку в одном мутировавшем таракана нет терминатора в бабочку. И еще давайте-ка усилим нашу атаку. Вот. Добавим положительных эффектов. Ну вот, смотрите, какая куча положительных эффектов. Что, конечно же, радует. Так. Донни добивает последнего мутанта. Вот. По мультику это терминатор таракан, мутировавший в огромную бабочку. И нам надо выбивать это врагу. Вот. Метает свои Сай Раф. Вот. Хороший бросок. Первый гриб уничтожен. Дальше нужно подкрепиться. Вот. Берет. Бросает пиццу вверх. Улесиливает и подлечивает наш отряд. И вот уже у Лео появилось больше сил. Он идет вперед. И своими катанами неплохо срезает грибочки. Вот. Срезал одним ударом всех грибов. И перешли к боссу. Вот он босс. Вот, друзья. Вспоминаю, когда я только начинал игру. Я никак не мог пройти этого босса. Ну а сейчас. Вот просто ядовитым облаком накрывает Донни. И с первого удара выбивает этого противника. Супер. Ну что ж. Враги повержены. А мы идем с вами дальше. Вот. Наша награда. Это. Вот. Идеальная победа на 3 звездочки. Ну что ж. Хороший результат. Так. Награда ДНК Донателла Мультяшного. Плюс ингредиенты для прокачки. А мы переходим к следующему боссу. Это вернее 2 босса. 2 босса 5 главы. Лавовые и ледяные големы. Что ж. Друзья. Вперед в атаку. Вот. Противник будет непрост. Но наши черепашки из фильма довольно таки крутые. И неплохо справляются пока с врагами. Вот. Начинаем бой при помощи огненного меча Микеланджело. Удар. И вот без проблем выбивает первого грага. Здорово. Вот. Попытаемся опять же крэнга на шагающей платформе выбить. Отлично. Ну и вот еще бросок Саи. И вот один из гигантских крэнгов уничтожен. Остается последнего, которого добивает при помощи электрического Бодони. Супер. Ну вот. Здорово, друзья. Удалось нам уничтожить первую волну. Переходим ко второй. Вот. Опять же крэнги гуманоидного типа. Крэнги на шагающих платформах. И гигантский робот крэнгов. Вот. Отлично. Итак. Начнем бой с удара Микеланджело. Удар с разворота. И гигантский робот уничтожен. Дальше Лео прокачивает дополнительную атаку. Вот. Ричит. Появляется дополнительная скорость. Раф опять же привлекает внимание к себе. От своих друзей. А Донни, надеюсь, накроет ядовитым облаком. Если придет общий. Да. Вот. Накрывает. Кстати, было бы неплохо еще прокачать уклонения. Ну, пока как-то так. Ну, вот. Добрались мы до боссов. И сейчас посмотрим, что удастся с ними сделать. Вот. Появляются. Появляются эти два монстра. Огненный. И вот, вернее, лавовый. Огненный. Голем плюс ледяной. Отлично. Объединяются. Борется. И выступает вот таким. Вот такой вот толпой против наших друзей. Ну, что ж. Прежде чем сразиться, давайте-ка перекусим пиццей. Вот. Отлично. Усиливаем. Подлечиваем наш отряд. И Лео стремится в атаку. Вот. Один против двоих боссов. И без проблем их вырубает своими катанами. Кстати, это было круто и здорово. Умничка. Умничка Лео. Я, честно говоря, даже не рассчитывал, что он одним ударом выбит двоих боссов. Ну, а мы переходим к боссу следующей главы. Это Крэнгу номер два. И вот с ним уже придется сражаться намного опаснее. Намного сильнее противник. Но, тем не менее, я уверен в нашей победе. И мы продолжаем битву. Что здесь у нас? И вот здесь у нас Крэнги на летающих платформах. Что ж, я не думаю, что они сумеют что-то сделать. Итак, удар ноги Микки выбивает первого. Вот. Дальше Лео ударом катаны уничтожает второго. А оставшихся попробуем подорвать при помощи холодильника Рафа. Вот так. Бросок, взрыв и Крэнги уничтожены. Замечательно. Отлично. Переходим ко второй волне. Кто здесь у нас? Итак, новый вид роботов Крэнгов. Плюс Крэнги просто гуманоидного типа. И давайте-ка не станем рисковать. Все-таки Крэнг номер два крут. Поэтому пусть Донни из фильма в начале боя, вернее, сейчас пусть прокачает уклонение. Хотя, видите, не всех героев задело. Только некоторых. Кроме того, усилим наш отряд, перекусив пиццей. Вот здорово. И попробуем добивать оставшихся врагов. Так, массовая атака Лео. И так, рубит катанами направо и налево. И шутя сметает оставшихся врагов. А мы переходим к Крэнгу номер два, который замаскировался, спрятался в теле Ирмы, подружки Эйприл по мультику, во всяком случае. И вот так круто он трансформировался, раскрылся. Вот, кстати, это очень круто смотрелось в мультике. Была неожиданность для наших черепашек. Вот, пробрался к ним под землю, в канализации. И там вот так здорово трансформировалось. И нашим черепашкам пришлось с ним сражаться. Ну, а Раф тем временем активирует особую способность. Налаживает уменьшение скорости на вражеского противника. Донни пытается отравить вражеского. Вот, в Крэнга номер два ядовитым облаком. Вот видите, слабо сработал дрон. Только, только снял пятую часть здоровья. Возможно, огненный мяч Мики что-то проделает. Отлично. Ну, уже большую часть удалось снять. И давайте-ка еще усилим нашу атаку. Лео прокачивает дополнительную атаку. Крэнг номер два пытается контратаковать. Вот, но пришла очередь Донни. И он своим электрическим боб поджаривает этого врага. Итак, здоровье Крэнга номер два в красной зоне. И точку ставит Раф, просто метая свои саи. Есть. Крэнг номер два уничтожен. Отличнейшая победа, отличнейший бой. Ну, как видите, этот враг оказался крут. Вот, и нашим черепашкам удалось попотеть. Пока удалось завалить этого противника. Ну, и вот сейчас мы приходим к финалу. Вот наша награда. Это ДНК Биба плюс предметы для прокачки героев. Ну, а нас ждет самое интересное. Итак, Крэнг номер один. Крэнг Прайм. Вот, супер босс, которым сейчас и придется столкнуться нашим черепашкам. Очень непростой бой и очень непросто его победить. Но я надеюсь, победа будет у нас в кармане. И в начале боя поджариваем первого гигантского робота Крэнга. Вернее, ударом ноги Микки пытался его вынести. Не получилось. Вот, что значит враги высокого уровня. И кроме того, есть, имеет возможность подлечиваться. Поэтому, друзья, сразу же давайте-ка отправим наши герои в массовую атаку. Лео рубит катанами направо-налево. Выбивает гигантских. Выбил Маусера. Ну, а вот Крэнги гуманоидно типа выживают и даже контратакуют. Ну, я думаю, ненадолго. Раф пока метает свои саи. И что же? Отлично. Один Крэнг уничтожен. А второго я попытаюсь поджарить при помощи электрического бодони. Выжил. Выжил, но ненадолго. Вот, огненный мяч Микки ставит точку в первой волне. Отлично. Переходим ко второй волне. Здесь уже будет немножко посложнее. Но, тем не менее, я надеюсь, победа все же будет на нашей стороне. Итак, Лео рубит Крэнга обычного гуманоидного типа и без проблем выбивает. Отлично. Дальше давайте-ка сбросим холодильник. Посмотрим, сколько урона сумеет нанести Раф. Здорово. Ну что ж, просто чудесно. Кроме того, давайте-ка прокачай уклонение. Вот благодаря этой способности, возможно, удары Крэнга будут проходить мимо. Отлично. Итак, подлечивание и лечение я пока оставлю на Крэнга номер один. Возможно, с ним еще придется, вот, придется довольно-таки здорово, вот, поиграться. И еще давайте-ка усилим нашу атаку. Отлично. Благодаря усилению теперь наши герои будут довольно-таки неплохо наносить повреждения Крэнгам. Поэтому я надеюсь, что без проблем удастся справиться с этим противником. Вот да, кроме того, Раф еще налаживает на врагов негативный эффект дебаф. Призывает к себе. Вот. И накрываем оставшихся врагов ядовитым облаком при помощи, вот, Донни. Донни из фильма. Итак, супер, ели как-то вот тяжело, но все-таки удалось завалить вторую волну. И мы, наконец-то, добрались до Крэнга номер один. Крэнга Прайма, Супер Босса и Супер Монстра. Вот такой жуткий, опасный. Вот, друзья, ой-ой-ой-ой-ой. И так рычит, кричит, примиряется. А Микки пытается нанести ему урод. Отлично. Удалось снять часть здоровья. Ох-ох-ох-ох. Итак, Рэнг атакует, но благодаря уклонению удар проходит мимо. Вот, добавляет плюшку Лео. Отлично. Смотрите, половины жизни удалось снять. Но это только, друзья, потому, что мы, нам удалось все-таки первым делом. Итак, удар Донни, возможно, будет завершение. Нет, не сумел. Друзья, только благодаря тому, что мы прокачали дополнительную атаку. Вот, давай-ка, Микки, усилить подлечь наш отряд. И, возможно, сейчас будет уже финальный добивающий удар. Вот, Крэнг ярости. Он атакует. Ох, ничего себе. Одним ударом снял половину жизни Рафа. Плюс еще добавил из излучателя. Но Лео ставит точку в этом сражении. Его Катана добивает Крэнга номер один. И мы получаем идеальную победу. Вот, супер. Ну что ж, очень даже неплохо сработали наши черепашки из фильма. Что, конечно же, радует. Вот, в следующих сериях, друзья, несколько подписчиков просили, чтобы я снял вот мут анималы против боссов. Вот остальные черепашки уже у меня на канале сыграли против боссов. Поэтому сегодня я уже с вами на этом буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.